Всем привет! На этом уроке мы познакомимся с технологией ODR, научимся подготавливать и загружать архив приложения для поддержки ODR, разберем особенности работы приложения из ODR архива. Технология On Demand Resources, сокращенно ODR, это особенность системы iOS и требования App Store. То есть все приложения в App Store должны использовать ODR. Использование этой технологии дает возможность загружать ресурсы приложения на устройство пользователя по требованию, а не в момент установки приложения. Так как мини-приложения запускаются как часть приложения ВКонтакте на iOS, App Store рассматривает их как часть приложения ВКонтакте. Мы рекомендуем разработчикам использовать ODR. Это обязательное требование для публикации мини-приложения в каталоге ВКонтакте на iOS, а кроме того, это дает возможность мини-приложению открываться в WebView и выглядеть для пользователей так же, как обычное iOS-приложение. Без ODR мини-приложения будут открываться в мобильной версии сайта ВКонтакте. ODR-архив будет загружен и сохранен на устройстве пользователя при первом запуске приложения. Все последующие запуски приложения будут быстрее, используемые файлы будут доступны из памяти устройства. На этом уроке мы разберемся, как подготовить и загрузить ODR-архив. Как нужно модифицировать приложение для работы с файлами ODR-архива? Прежде чем вы сможете загрузить ODR-архив, вам нужно будет зарегистрировать команду разработки на сайте Apple и ввести свой Apple Developer Team ID на странице настроек вашего приложения. Теперь нужно подготовить zip-архив с ресурсами вашего мини-приложения. Выполните сборку вашего приложения, у вас появится папка build. В архив следует положить все JavaScript, CSS и HTML файлы, сохранив структуру директорий. Картинки, видео и аудио не следует добавлять в архив, их пользователи будут получать с вашего хостинга статики. Обратите внимание, что существуют ограничения на размер сжатого и распакованного архива и на количество файлов и папок в нем. Точные числа приведены в документации. После того, как архив будет готов, загрузите его в настройках вашего мини-приложения. Перейдите на страницу настроек вашего приложения и в блоке «Загрузка архива для ODR» нажмите кнопку «Загрузить архив». Теперь нам нужно протестировать загруженный архив. Для этого мы определим пользователей, для которых будет доступен последний загруженный ODR-архив. Сделать это можно, нажав кнопку «Тестирование ODR» для остальных пользователей. Этот архив пока не доступен. В случае обновления архива пользователи вне списка продолжат получать последний архив, который прошел модерацию. Подробнее о тестировании мы расскажем в модуле «Тестирование». После того, как вы проверите архив, отправьте его на модерацию. Сначала его проверят сотрудники ВКонтакте и, если все хорошо, они включат ваш архив в большой пакет с ресурсами ВКонтакте и отправят его на проверку в Apple, где его проверят Apple Reviewer Team. Архив станет доступен пользователям после прохождения обеих проверок. Результаты модерации вы можете видеть в настройках мини-приложения. Вы также получите сообщение ВКонтакте с уведомлением о результатах модерации. Один из основных моментов, на который нужно обратить внимание при работе с ODR – организация доступа из HTML страниц, хранящихся в архиве к серверу мини-приложений и внешним ресурсам. У HTTP-запросов, которые поступают на сервер, в заголовке Origin будет указана не HTTPS схема, а также будет другой домен, не тот, на котором работает сервер. По умолчанию это приведет к возникновению CORS ошибки. CORS – это сокращение Cross-Origin Resource Sharing. В современном вебе CORS-политика необходима для обеспечения безопасности. Она контролирует доступ к ресурсам на домене, отличном от того, что указан в адресной строке браузера. Чтобы предоставить доступ к ресурсам приложения, находящимся вне архива, вам надо настроить серверы, на которых находятся необходимые для приложения ресурсы. Как работа из ODR влияет на приложение? При работе с ODR запросы к внешним ресурсам нужно будет делать через схему VK CORS. Это означает, что в файлах приложения в ODR-архиве нужно будет изменить схему запросов. Куки рекомендуем не использовать. Кроме того, могут возникать проблемы при загрузке картинок и файлов в WebAssembly. Подробно о подготовке кода приложения к работе в ODR-режиме рассказано в документации. Подведем итоги. На этом уроке мы узнали о технологии ODR и особенностях работы с ней. Научились подготавливать приложение и ODR-архив и загружать его через панель настроек приложения. Спасибо за внимание! Ждём вас на следующем уроке, где мы изучим работу с API ВКонтакте.